Первый выезд съемочной группы телекомпании «Город» в село Ходынино состоялся 9 ноября и показал, что на территории, прилегающей к мясокомбинату, расположена свалка бытовых и биологических отходов. Кроме того, была обнаружена канава, по которой ранее стекала жидкость неизвестного происхождения в прилегающий водоем. После выхода сюжета в эфир на наше обращение отреагировали представители Россельхознадзора и выехали с проверкой на место происшествия 15 ноября. В этот день первым делом создалось ощущение, что представители мясокомбината убрали мусор после выхода первого сюжета в эфир. Однако сразу же стало понятно, что свалку всего лишь переместили в находящийся рядом овраг. Сейчас здесь будет составлен протокол осмотра, так как имеются следы здесь механической уборки ранее находившейся здесь свалки. Кроме того, здесь еще были обнаружены следы остатки биологических отходов. Это кости животных, крупного урагатного скота. В соответствии с законами, такие биологические отходы должны утилизироваться в специальном порядке с привлечением ветеринарных лабораторий. Сейчас будет составлен протокол осмотр, отобраны пробы и по результатам будет приниматься решение. Представители Россельхознадзора отметили, что эта земля имеет сельскохозяйственное назначение и здесь есть следы административного правонарушения. В частности, уничтожение биологических и бытовых отходов путем захоронения в землю, а также с помощью сожжения. Для того, чтобы это зафиксировать, были привлечены понятые – жители села Ходынино. Впечатление, что территория Олешника загажена. Все было зеленое, а сейчас один мусор. Видно, что и кости отходы были. Ну, культурно засыпано все. Не до конца, конечно, убрано. Но я считаю, это не уборка, правильно? Все осталось внутри. Когда это все будут? Пакеты целлофановые, ведь они годами. Мне кажется, это даже со стороны нечеловечества получается. Гадить на той территории, где вы работаете, нам здесь жить. Нам удалось связаться с руководителем этого мясокомбината. В телефонном разговоре он отметил, что свалка не могла образоваться в результате деятельности предприятия, поскольку на протяжении последних шести месяцев оно не работает. Вы отрицаете, что мусор выбросили вы за стены предприятия? Да? Это просто физически не могло быть. Ну, а после того, как вы увидели наш сюжет неделю назад, вы решили все-таки его куда-то убрать? Ну, убрали, наверное. Я не знаю. Ну, вы давали распоряжение, чтобы вы убрали? Я не давал никаких распоряжений. Уборка территории – это не моя зона ответственности. Еще и уборка территории. А кто? Не знаю. Есть, наверное, такие-то люди, которые набросали, вот поэтому они убрали. Несмотря на то, что на этой площадке мусорных пакетов, резиновых перчаток, сожженных бытовых отходов и костей животных практически не осталось, пробы почвы могут показать, какой урон уже причинен окружающей среде. А это уже не мусорные пакеты. В них производится отбор почвенных проб для дальнейших исследований в лаборатории. Представители Россельхознадзора взяли пробы почвы в нескольких местах, на прилегающей территории к мясокомбинату. Стоит сказать, что ущерб может выразиться в денежном эквиваленте. И пока вопрос о том, кто виноват в этой экологической катастрофе, остается открытым. Однако год назад данное предприятие уже привлекалось к административной ответственности. В октябре 2016 года в управлении Россельхознадзора проводилось расследование административно с участием Межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам юридическое лицо ОТПК «Синергия» было привлечено к административной ответственности с наказанием административного срафа за порчу земель и невыполнение обязательных мероприятий по сохранению воспроизводства подлородия почвы. Кроме того, был еще рассчитан ущерб и предъявлена в настоящее время уже претензия к ОТПК «Синергия» провести рекультивацию нарушенной части вот этого земельного участка. В тот раз здесь произошла авария и неочищенные воды с предприятия попали на прилегающую территорию. Как раз на то место, где в этом году образовалась свалка отходов. Взыскать ущерб с мясокомбината, который составил порядка миллиона рублей, до сих пор не удается. Ущерб возместили, который год назад был вам установлен? Это невозможно сделать, когда предприятие не работает. Тем не менее, с октября прошлого года мясокомбинат продолжал функционировать. Представители Россельхознадзора подтвердили, что в 2016-м свалки мусора здесь не было. Остается вопрос, как оказались у стен скотобойни сожженные рога и копыта спустя год. В скором времени станут известны результаты проб и о дальнейшем развитии ситуации мы расскажем в следующих выпусках новостей.